Современная мама – женщина энергичная и модная. Она успевает всё, а также всё знает и умеет. Подтвердить квалификацию активной и продвинутой мамы помогает извечный проект «Мамочка года». Проект «Мамочка года» действительно проводится в Челябинске уже не в первый раз. В этом году у нас в том числе запущена франшиза. Это не только челябинский проект, теперь это федеральный проект. Мамочек счастливых станет намного больше в России благодаря проекту «Мамочка года». Челябинск для нас особенно важный регион, потому что здесь всё начиналось, и мы максимально трепетно относимся к мамочкам города Челябинска. С недавних пор этот проект стал федеральным, а значит, возможность выиграть главный приз поездки для всей семьи в Диснейленд получили и мамочки других городов. Путешествие семейное – это всегда такая страничка в истории. И в каждой семье есть своя маленькая история. И мне кажется, что поездка в Диснейленд с детьми – это прямо целая сказка в жизни семьи. И мне было бы приятно помочь, так скажем, эту сказку осуществить. Диснейленд – это такая мечта каждого ребёнка. И мы считаем, что осуществлять мечты детей – это очень важно. И это не просто счастье для мамы, когда у ребёнка сбывается мечта. Это целая страница в их семейной истории. Акваэробика с детьми, занятия по психологии, мастер-класс по стилю – бачата. Вот далеко не полный список мероприятий, которые мамочки посетили за пару месяцев подготовки. Когда выходишь из декрета, ощущение потеряшки. Я это говорю не просто так, потому что два года назад я вторично стала мамой. И мой маленький сын помогает мне быть потеряшкой вот такой. И любой мастер-класс, который предоставлялся в рамках проекта – это открытие. Это что-то новое, что мамочке необходимо знать. Да, изменения произошли особенно в плане наших кулинарных изысков. Мы теперь можем готовить вместе. Отвлечься от домашних, рутинных дел. Чем-то интересным занять. Не то, чтобы от детей уйти и самой где-то развлекаться, так сказать, а вместе с детьми проводить время. Интересно. Для детей развлечение новое. И сама узнаёшь новые места, с людьми новыми знакомишься. И проводишь время весело. Хотела праздника, отдыха, радости и веселья. Безусловно, трансформация просто существенная. Настолько, что моя жизнь повернулась на 180 градусов. Тут и сыграла роль, конечно, пробуждение. Это тренинг личностного роста, который дал толчок определённый в жизни. И масса других аргументов, факторов этой новой знакомства, которые тоже, в свою очередь, послушали более активной жизни, что и жизненной позиции. Для каждой женщины это ещё один раз такая значимость проявления, что она женщина, что она должна быть всегда прекрасна. И в статусе мамы, и в статусе ещё какого-то. Поэтому это, я считаю, необходимо для каждой женщины. А ещё проект вдохновляет на новые начинания и круто меняет жизнь. Я вышла замуж, и я ухожу в декрет. Да, были моменты до проекта, когда были неурядцы. Собственно, из-за этого, как одна из причин, почему я пошла в проект. Можем, что намного лучше стало. Всё, всё, хорошо. Спасибо проекту. Выбрать лучшую мамочку своим решением организаторы не рискнули. Ведь каждая из них по-своему красива и бесконечно любит своих детей. Поэтому судьбу главного приза решил Жеревий. Для Ольги Фёдоровой число 5 в этот день было несомненно счастливым. Именно она одержала победу в проекте «Мамочка года». Вы знаете, когда появляется жизнь в женщине, да, и она знает, чувствует это с первого момента. Вот у меня было такое же примерное ощущение. Я просто тихо его лелеяла и просто ждала момента насладиться, прочувствовать этот момент счастья. Безусловно, каждая мамочка достойна любви, счастья и удовольствия. Это, наверное, самое главное в жизни. А все остальные поездки, они, безусловно, будут бонусные, они приятные, они будут дополнять все краски жизни, которые доставляют нам наша семья и наши дети. С недавних пор проект «Мамочка года» проходит во многих городах России. Но ближайший сезон в Челябинске запланирован на весну 2020 года. Заявки принимаются на сайте мамочкагода.рф. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова